Наводнение пришло в это садовое товарищество. В борьбе с стихией, которая облюбовала овощную яму, садоводы предоставлены сами себе. В этой яме картошку и морковь хранили садоводы четырех участков. Урожай удалось спасти, но уже полторы недели под поле заливает. За день, говорят, откачивают по три с лишним кубометра воды. Поскольку вода теплая, садоводы обратились за помощью в теплосети. Но энергетики шли на контакт лишь по телефону. И только сегодня, узнав о нашем визите, пришли на мокрый участок. Вот только худую трубу своей не признали. Холодная вода у нас под 100 градусов. Потом приезжал Химаш Энерго, главный инженер, я к нему обращалась. Он тоже, что-то крыто, все хорошо, у нас все нормально. Потом представитель нашего дома тоже звонила от моего имени по всем каналам. Все сказали, все у нас хорошо, у нас ничего нет. Мы не стали гадать, чье это хозяйство, а передали информацию о протечке районным чиновникам. Они опросят все сетевые компании. Если никто не признает аварийную трубу своей, ее объявят бесхозной. Как только мы включаем их в перечень, точнее управление жилищно-коммунального хозяйства, включает их в перечень безхозяйных объектов муниципального образования города Екатеринбург. С этого момента закрепляется специализированная организация, которая занимается устранением аварий и дальнейшее их обслуживание и эксплуатацию до момента приемки муниципальной собственности. Как бы там ни было, аварии нам обещали устранить в течение двух-трех дней. А на будущее, чтобы оперативно устранить наводнение, терпящим бедствия нужно сразу обращаться в районную администрацию. Юрий Шумков, Владислав Колупаев, Городской дозор.